Если спросить у тюменского дачника, какие фрукты растут у него на участке, он непременно ответит «яблок». Несмотря на погоду и зону рискованного земледелия, эти плоды в Сибири прижились просто отлично. Ну, Андрей, у тебя немного устаревшая информация. У сибиряков уже давно растет и виноград, и груши, персики, и даже киви. Вот за экзотикой схожила ведущая программы «Нано-дача» Ирина Кестерева. И сегодня у нас в гостях Ирочка. Доброе утро. Доброе утро. Ну что тебе удалось уже попробовать? Киви пробовала? Доброе утро. Киви не попробовала, они еще не созрели, но зато появились тюменские абрикосы и тюменские сливы. Их я попробовала. Не совсем они как магазины, по размеру достаточно маленькие и по вкусу немного с кислинкой. Но вкусные, тем не менее, кушать можно. А выращивает их Василий Кет, и при том в черте города, в поселке Дербыши, то есть практически у нас в Тюмени. Возделывает он там тропические сады. Что касается яблонь, у него 40 яблонь, будет большой урожай. Ну, помимо этого, черешня, виноград и еще много-много культур, но ставку он сделал на сливы. Поэтому это морозоустойчивая культура, выдерживает наши холода, а плодоносит на третий год после посадки. Ну, это понятно. По поводу экзотов мне очень интересно. Вообще, лето у нас такое сомнительное выдалось. Удастся собрать урожай их или нет? Томаты подвели, огурцы тоже подкачали из-за дождливого лета. Но, тем не менее, экзоты хорошо пошли, хорошо выросли. Для них такая погода благоприятна, им нравится и жара, и влажность, поэтому урожай будет большой. Меня поразили китайский крыжовник. В народе это называют так киви. На вкус я его не пробовала, еще раз говорю, но, скажу честно, он очень интересный плод, поскольку растет на тропической лиане актинидия, а ее корни уходят в глубину до трех метров. То есть надо заморочиться, чтобы это вырастить. В сентябре отправлюсь к Василию Кеду, обязательно попробую и привезу вам на пробу, и еще и виноград соберем. Ну, будем тебя, Ирочка, ждать и обязательно поможем тебе продегустировать. А пока не терпится уже познакомиться с чудо-дачником. Сладкая вишня, ароматная груша, ежевика, грецкий орех и еще более 20 культур тюменцы освоили и выращивают в нашем регионе. Сегодня расскажем, как плодово-ягодные и экзотические растения прижились в Сибири. Арбузик, ну пусть, наверное, полежит еще, не знаю. Он еще не готов, мне кажется. Где-то еще два было. Я их потеряла сегодня, смотрела, смотрела, не нашла. Их три завязалась, успела до холодов, вот до этих. Бахчевые в Боровом растут отлично, торфяная почва способствует. То сажу, то не сажу, по желанию так. Ну, вот гряда огурешная есть, вроде бы чем-то занять надо, посадила ее. А так, арбузы их, они вообще землю любят, на земле любят расти. И арбузы растут, мы, в общем-то, всегда, три-то арбуза точно съедаем. Мы сажу, помаленько, здесь всего один корешок у меня сидит. Татьяна Чередникова осваивает экзотические культуры уже 10 лет. Тюменская земля ничуть не хуже родной Краснодарской. Сладкие фрукты и ягоды здесь пеют наравне с огурцами. Вот и в поселке Дербыши на 28 сотках расцвел тропический сад. Актинидия, она, правда, в этом, в тени, там все внутри, ну, вот наружу, вот она, ягодки, вот такие, киви, так сказать. Из 20-сантиметрового саженца дальневосточной актинидии вырос 5-метровый вьюн. Каждое лето растения плодоносят зелеными киви. Из сладких ягод садовод-самоучка Василий Кет делает варенье. Она выдерживает температуру открыто, открыто выдерживает до 30 градусов. Ну, ее корни очень глубоко уходят, подобие винограда. Винограда же до 3-х метров уходит. У нас здесь грунтовая вода до 4-х метров. На одной шпалере с актинидией прижился виноград. Черноплодный дает хороший урожай. Каждую осень Василий Васильевич собирает 250 килограммов. Помимо этого на его участке растут 40 яблонь, 4 сливы, тыква, арбуз, черешня, персики и золотистая смородина. Всего около 50 культур. И почти все семена новосибирской селекции. Три года назад сварщик на пенсии начал осваивать еще и гибриды. Сливы, это самое, она как бы перепелилась и вот это самое. Но я знаю родословно ее, что она вот именно с абрикосом перепелилась. Когда она вот вызреет, у нее форма напоминает абрикос. Вот, вот именно плода. А как-то вот, как сливовый лист. Единственное, что это, это обрабатывать нужно мурашей. Средства. Средства от мурашей. Вино делаю с яблочкой. И этим винным настоем. У меня прям бутыль стоит, я раз. И опрыскиваю телем вручную. Опрыскиваю, да? Опрыскиваю. 18, там, ну может быть 12 градусов, да? Вино. А для них это уже все. Это гибель. Необычную ягоду Василий Васильевич пока не пробовал. Урожай будет в конце августа. А рядом с домом в тени набирает высоту гибрид голубики с японской малиной. Это растение будет радовать глаз в прямом и переносном смысле. В октябре садоводу исполнится 70. А управляться в огороде приходится одному. Вот и посадил, чтобы зрение не подводило. На сибирской земле кет решил пустить и африканские корни. Поэтому скоро теплицу обовьет тропическая лиана. Ее ярко-оранжевые плоды можно будет употреблять в пищу. Вот эта лиана, она в трехлетнем возрасте уже пойдет потом на цветение. Цветение плоды будет. Я выписал это самое. Из пяти семечек взошло два. На вопрос, в чем секрет, он просто показывает свои руки. Мы вот как построились, здесь был свой всего-навсего 20 сантиметров. А дальше глина шла, орешек. Вот. И вот это самое, за этих 48 лет, даже 50, можно сказать, за это время, я поднял землю на 50 сантиметров. Вот это все поднято на такой уровень. Вот. То есть вот этими руками. Помимо сил требуются еще и деньги. В сад он вкладывает всю пенсию, еще и помогает соседям. Весной делает прививки на плодовых деревьях и делится мастерством. Вот сейчас я выписал на 15 тысяч, это самое, разное сорта винограда с Челябинска и с Москвы, со Шелкова. В Сибири что угодно может. Я говорю, абрикосы растут, персики растут. Это самое, яблоки, груши там, сливы, вишни, черешня. Все, все растет. Грецкий орех размером с яблоко, очередное тому подтверждение, висеть на ветке ему осталось недолго. У Василия Кеда пять внуков, поэтому желающих продегустировать экзотику всегда хватает.